И напоследок в Израиле на этой неделе отметили столетие выдающегося русского режиссера, основателя легендарного театра на Таганке Юрия Любимова. Вечер в Иерусалимской синематеке был организован Российским еврейским конгрессом. И надо сказать, что это место было выбрано не случайно. Буквально в километре от здания, недалеко от старого города Иерусалима, Любимов прожил несколько лет. В середине 80-х Израиль предоставил Любимову политическое убежище, гражданство еврейского государства и даже муниципальную квартиру, каким в Израиле запомнили великого мастера в нашем видеоматериале. Большое спасибо, что вы все пришли. В Иерусалимской синематеке «Аншлаг» – вечер памяти легенды мирового театра Юрия Петровича Любимова. Столетия мастера отмечают в самом сердце столицы еврейского государства. Сегодня, так кажется, история из далекого прошлого, когда в середине 80-х основателя театра на Таганке власти Советского Союза лишили советского гражданства. Именно Израиль был тем, кто тут же принял опального режиссера. Помимо паспорта еврейского государства, Любимов получил от тогдашнего мэра Иерусалима Тедди Колика квартиру с видом на гору Сион. Глава еврейского агентства Сахнут Натан Шаранский рассказал, как это произошло. Тогда начиналась массовая репатриация из Советского Союза. Тедди Колик думал, как привлечь репатрианта в столицу. И Шаранский посоветовал ему поселить в Иерусалиме Любимова. Это был знак культурного уровня города. Пройдут годы, и Любимов скажет. Мой любимый Иерусалим навсегда останется в моем сердце. Во вторник на чествование пришли как раз те, кто приехали тогда. Идея собрать всех в Иерусалиме принадлежит президенту Российского еврейского конгресса Юрию Каннеру. Скинет слепой ворог, так говорит горог. Получился такой очень симпатичный вечер. Очень симпатичный. На государственном уровне приехал посол. Большое ему спасибо России. И пришел весь, как выразился сегодня один человек мой, весь ЦДЛ, который здесь сегодня в Израиле. Среди гостей, которых организаторы вечера привезли с собой в Израиль, был и живой классик русской литературы, многолетний друг Любимова, писатель Владимир Войнович. Я знал, что у Любимого есть израильское гражданство. Я знал, что в трудное для него время Израиль его приютил. Поэтому меня не удивило. Я знал, что ему здесь было хорошо. Центральное событие вечера – показ авторского варианта. Фильма «Век любимого» Елены Якович и Светланы Сидориной. Якович – известный российский кинодокументалист. Ее фильмы о Бродском, Гроссмане, Нагибине, Вампилове получили широкое признание. А Светлана Сидорина – математик, выпускница Мехмата МГУ. На Таганку ее направили для научной работы по решению Совета по кибернетике Академии наук. Ученые намеревались собрать материал для исследования процесса творчества специалистов высокого класса. Так она стала снимать репетиции мастера. И задержалась на этой работе на 20 лет. Ей и удалось собрать уникальный материал. Я сегодня совершенно потрясена, потому что публика реагировала на каждый нюанс. О такой публике можно только мечтать. Я сидела прямо в самом центре зала среди них. И просто все нюансы фильма были уловлены. Прекрасная была публика. Очень московская, очень цеделовская, очень ностальгическая. Пасер ха! Вот это советская власть. Некоторые фрагменты из фильма стали открытием даже для тех, кто хорошо знал любимого его творчества. Пока человек жив, я никогда не думаю, он гений или не гений, но просто замечательный режиссер. И это просто вообще поражает, кроме всего, не только его талант, а его энергия. Что, кстати, неразрывно. Талант не бывает без энергии. Время воевать. Время воевать. Евгений Савва, Владимир Плоткий. Специальный для Израиль за неделю. Иерусалим. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале RTVI. Редактор субботу на телеканале РTVI. Редактор субботу на телеканале РTVI.